Я хочу вас познакомить с очень интересным исследованием журнала Lancet, который проводил исследование, большое исследование, связанное с курением. Какое количество сигарет безопасно для человеческого организма. Исследование Колумбийского университета, журнал Lancet, это такой, знаете, столб медицинской науки, очень мало таких столбов сейчас осталось, увы. Так вот, Lancet опубликовал исследование Колумбийского университета. Руководитель исследования это Елизабет Олстер, довольно известный человек в своих кругах. И в котором приводятся слова, что в англоязычной версии есть, франкоязычной версии есть, и уже есть русскоязычные версии есть. Так что, очень интересное исследование. Могу дать пруфы, кстати, там, чтобы там издоточные товарищи, которые все-таки требуют пруфы, откуда бы взяли эту статью. Значит, дам мне англоязычный источник, пусть разбирается с англоязычным. Русскоязычный пусть поищет. Так вот, результаты были опубликованы в Lancet, и Елизабет Олстер приводит такие слова, что многие полагают, что курение всего лишь нескольких сигарет в день не так уж и опасно. Но оказывается, что разница в снижении функций легких между теми, кто курит вот эти пять сигарет в день, и теми, кто выкуривает по две пачки в день, относительно невелик. Значит, о чем идет речь, чтобы было с самого начала понятно. Группы исследователей сравнивали функцию легких, то есть объем воздуха, жизненную емкость легких. Человек вдыхает и выдыхает, но это известно со студентами, со школьных лет вы это, наверное, знаете. Так вот, сравнивали функцию легких у курильщиков, и никогда не куривших, и убывших курильщиков. То есть это три группы было. Курильщики, не курильщики и бросившие курить. Значит, тут я просто дам небольшого данного сведения из физиологии. Значит, надо понимать, что наша курильность, объем воздуха, жизненная емкость легких, начинает снижаться после 20 лет. Чем не важен, кто вы такой, да? Если курильщик, не курильщик, это не важно. Значит, как только пик, значит, 20 лет, легкие больше не развиваются. Более того, после 20 лет начинается медленное снижение функций легких. Это так называемое физиологическое снижение функций легких. Понятно, что ее можно поддерживать на нормальном уровне, значит, частым пребыванием на свежем воздухе, занятием спортом и так далее. Но то, что функции легких после 20 лет, увы, я, значит, идет на спад, это факт. Факт, физиологический факт. Вот и ученые сравнивали снижение функций легких у этих трех групп. Повторюсь, какие-то группы, чтобы это было бы понятно. То есть, это курильщики, то есть, те, которые курят на данный момент исследования, те, которые бросили курить и никогда не курившие. Значит, группа исследований до счета, всего было 25 тысяч человек. Значит, представляете себе, да, объем исследований. Значит, в свою очередь, с курильщиков разделили на тех, кто курит мало, то есть, курит менее 5 сигарет в день и так называемые заядлые курильщики, то есть, это пачка 30 сигарет в день. И вот проводили соответствующие исследования. Это жизненная емкость легких. Когда-то, помните, в советское время был такой большой аппарат, сейчас такой, совершенно компактный аппаратик, беспроблемный, можно переносить туда-сюда. И вот анализ показал, что функции легких у малокурящих снижается почти с такой же скоростью, что и у заядлых курильщиков. Да, то есть, поняли, то есть, функция легких снижается с той же скоростью, практически с той же скоростью, значит. По сравнению со скоростью снижения у тех, кто никогда не курил, дополнительное снижение у курящих, значит, малокурящих составляло, там, 7,65 мл в год и 11,24. 7,65 это у курящих, значит, малокурящих и 11,24 это мл в год. Я повторяю, что снижается объем легких у всех. Ну, о чем это говорит, чтобы эти цифры вас бы не вводили бы так вот так, не усыпляли? Это говорит о том, что те, кто курит мало, потеряет такой же объем функций легких за год, сколько заядлый курильщик, скажем, за 9 месяцев. То есть, там, конечно, понятно, что люди, которые курят как паровоз, быстрее гибнут, то есть, быстрее подавляют свою функцию, легочную функцию, а если подавлена функция легких, понятно, что кислород в органоклетке не получают, и это может спровоцировать уйму заболеваний, что и делает. Ну, и посему авторы советуют тем, кто курит мало, не обращаться вот мнимой, значит, безвредностью, отказаться от курения полностью, да? То надо понимать, что не судя важно, какие сигареты вы курите, снова я это скажу, да, это с большим содержанием никотина, с малым содержанием никотина, с такими со вкусами, безвкусов, электронная, электронная, та же гадость, да, но сейчас мы не об этом говорим. То есть, жизненная мкозлятка, она снижается. Понятно, что есть люди, которые как-то лучше переносят, есть такие, действительно есть такие, которые лучше переносят курение, но в целом, знаете, послать человека на фронт, скажет, что, вы знаете, вот мой вернулся с войны, да, и ни одной царапины. Тем самым сказать, что идти на фронт, идти на войну, это абсолютно безопасно для вашего здоровья. Да, действительно, я знаю таких людей, которые курят и дымят, и на легких, ну, практически это дело не сказывается. Но если мы возьмем в общую, значит, популяцию таких людей 100 к 1, это исключение. Исключение не составляет правила, они только его подчеркивают. Также понятно, скажем, как явление алкоголя, да, есть человек, который, значит, за столом все сидели, кто-то выпивает там 2 рюмочки и лежит под столом, а другой поет 2 бутылки и только-только разгорячился. Всякое бывает, но это и скорее крайность, а крайность брать в расчет вместе в коем случае нельзя. Так что мы увидели, значит, благодаря этому исследованию, что функции легких, малокурящих и сильнокурящих страдает одинаково, практически одинаково. Понятно, что в большей степени страдает у заэтных курильщиков, но эта разница не столь существенная. Значит, дальше интересное исследование, тут надо показать, то есть не исследование, они проводили длительное исследование, что, значит, показалось, что емкость легких начинает, то есть скорость снижения, об этом тоже надо сказать, начинает приходить в норму скорость снижения функций легких, да, у тех, кто просеет курить. Но тут есть печальные данные тоже, что до полной нормализации, то есть восстановление у заэтных курильщиков не бывает даже за 30 лет. Но, 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 чтобы эти цифры вас бы не пугали, надо понимать, что одно дело, что гибнуть с бешеной скоростью, другое дело, что постепенно-постепенно восстанавливаться. Пусть эти цифры вас не вводят в смущение. Поэтому бросать курить надо однозначно, категорически и без размышлений. То есть без всяких там, знаете, там, мой дедушка курил 120 лет и ловил, не знаю, кроликов, как дед Мазай. А моя бабушка, я не знаю, там, не знаю, что делала. А мой сосед, вообще прожил 200 лет, у него было 20 подруг, да, ну, эти все эти сказки из Али-Бабы, ну, давайте оставим, да. Печальная статистика онкологии, раков легких, печальная статистика инфарктов миокарда. У всех этих умников я хочу подзавлять с собой инфарктное отделение в реанимации, пусть они увидят. Вот здесь, кто помоложе, да, это обязательно курильщик. Ну, и в любом случае из 10 больных 9 точно это будут курильщики. Так что берегите себя, друзья мои, подписывайтесь на уголок доктора и помните, что любовь лечит все болезни, а если вы любите своего мужа, своего друга просто или там подругу, убедите ее не курить. Ну, и подписаться на уголок доктора. И да пребудет с вами здоровье и чистый, нормальный, легкий. С Богом, друзья мои. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok